Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем проходить сюжетные кампании в игре Транспорт Февер 2. Сегодня нам предстоит посетить Россию, потому что задание называется Транссибирская магистраль. Россия на рубеже веков, царь Николай II правит железной рукой. Что ж, не будем тянуть, посмотрим. Не все едут в Сибирь добровольно. Но если уж сюда приезжают, то в тайгу влюбляются раз и навсегда. Скоро здесь завершится строительство самой длинной железной дороги в мире. Вы возглавляете важное министерство Российской империи. Поэтому царь доверил вам этот исключительно серьезный проект. Золотое звено. Великая работа почти закончена, и скоро железная дорога протянется через весь континент. Остается только самое главное – построить так называемое золотое звено. Участок пути через озеро Байкал. Ландшафт на берегу реки непростой и требует тщательной подготовки. Сделайте все необходимое для начала строительства. Прежде всего, стоит проложить вспомогательные маршруты к берегам Байкала, чтобы обеспечить непрерывную поставку строиматериалов. Организуйте производство стали и соедините железной дорогой Иркутс с городом Порт-Байкал и Улан-Адэ с городом Байкальск. Ну что ж, давайте посмотрим. Наконец-то нам дали Россию поиграть. Да, смотрите, у нас озеро Байкал, вот город Иркутск, Порт-Байкал, Мысовское, Байкальск и Улан-Адэ. Ну что ж, давайте начнем. Итак, организуйте производство стали. Вот у нас производство стали, вот у нас уголь, а вот у нас непосредственно само железо. Я думаю, здесь, наверное, обойдемся без железной дороги, как это не странно выглядит. Мы хоть устроим Транссибирскую магистраль, но здесь мы быстро сделаем автомобильную дорогу. Она прямо сама просится. Мне кажется, она будет наименьшей по затратам. Что ж, погнали, друзья. Итак, дорогу я провел. Теперь, я думаю, нужно построить обычное депо. Вполне возможно, что его нужно поставить вот здесь вот. Так, или ближе к середине. Да, можно поставить его прямо здесь посередине, для того, чтобы машины сразу же разъезжались. Все, 39. Недорого. Итак, дорогу я провел. Депо я поставил. Нам осталось поставить только стоянки для грузовиков. Первая стоянка будет у нас вот здесь находиться, рядом с железом. А вторая стоянка, мы ее поставим вот сюда, прям. Ну и третью стоянку непосредственно поставим к самому заводику. Давайте, может быть, ее придется расширять, поэтому чуть-чуть подальше. Вот как-то так мы поставим. Все, теперь рисуем маршруты. Причем маршруты я буду делать отдельные, для того, чтобы можно было как-то модифицировать наш транспорт. Все, вот так. Здесь у нас по пути все равно брать нечего, поэтому оставим так. И покупаем, друзья, транспорт. Посмотрим, что у нас доступно из автомобильного движения. А именно, давайте посмотрим. Купить транспортные средства. Груз. Азиатская гужевая повозка с боковыми стойками. Может, кстати, перевозить и железо, и уголь. Так, у ней вместимость 5. Дальше вместимость 5. Безбортовая азиатская гужевая повозка. То же самое. И посмотрите, уже есть машинки. First truck. 6 тысяч в год обслуживания. Здесь 5 тысяч. А здесь мы не видим. Тоже, наверное, в районе 5 тысяч должно быть. Да, тоже в районе 5 тысяч. Что ж, друзья, я думаю, что мы с вами возьмем автомобили. Давайте сразу же купим. Итак, я думаю, что нужно купить сразу 8 штук. И вот как. Смотрите. Мы поставим... Раз, два, три. Мы, наверное, поставим 3 штуки на желтую линию. На короткую линию. Потому что здесь быстрее будет оборачиваемость. Итак, на желтую линию. А весь оставшийся транспорт я пущу на более длинную ветку. Ну что ж, друзья, дорога готова. Машинки начали разъезжаться по своему назначению. Кто-то будет возить уголь. Кто-то будет возить вот оттуда вот железо. Но самое главное, что мы организуем с вами производство стали. Ну что ж, друзья, нам надо завершить строительство железной дороги. Посмотрите. Одна сторона вот железнодорожной ветки, посмотрите, подходит к городу Иркутск. Вот сюда вот на станцию. А вторая сторона железнодорожной ветки по другую сторону озера Байкал приходит вот в Улан-Адэ. Вот она уходит туда дальше. То есть нам нужно как-то объединить эту железную дорогу через озеро Байкал. Насколько я знаю, через озеро Байкал мостов нету. Поэтому что-то нам придется, друзья, думать. Ну что ж, мы пока налаживаем производство стали. Смотрите, первые машинки уже у нас поехали. Сейчас они привезут наши первые материалы. Что на заводе не хватает? Уголь уже привезли. Три машинки. И пять машинок у нас будут возить железо. Я думаю, что здесь, так как у нас примерно в два раза короче расстояние, то эти три машинки будут работать как шесть. А здесь у нас пять машинок. Поэтому тоже на то же и выйдет. У нас завод никогда не будет простаивать. Давайте посмотрим. Ага, первая линия желтая у нас уже дает прибыль. А со второй линии пока машины только-только подъезжают. Можно посмотреть на сибирскую природу. Посмотрите, вот такие вот машинки были на рубеже веков. Да, очень красиво. Действительно, такие хорошие, воссозданные виды. Все, приехали мы, друзья. Сейчас, я думаю, что мы выполним наши первые задания и перейдем дальше. Итак, производство стали у нас обеспечено. Теперь соедините города Иркутск и порт Байкал железнодорожной веткой. Вот у нас порт Байкал, вот у нас железнодорожная ветка, вот у нас Иркутск. Ну, выглядит как очень простое задание. Берем железную дорогу и попробуем сейчас напрямую. Получится всего 100 тысяч. Подвохов нигде нету. Да, нормально. Соединили. Отлично. Здесь нет никаких перепадов высот. Дальше нам нужно соединить города Улан-Адэ и Байкальск тоже с железной дорогой. Погнали, друзья. Что ж, вот у нас железнодорожная ветка. Да, здесь я ветку поведу вот так вот мимо леса. Может быть даже получится вот так. И хочу ее по краю берега провести, чтобы не заходить в город и не рыть вот здесь вот туннели. Давайте сейчас быстро вот так вот проведем. Да, здесь дорога, смотрите, какая ровная. Все отлично. И можно прямо вот так рядом с дорогой здесь провести. Они отлично будут соприкасаться, наши ветки. Так, а здесь у нас тоже прямая линия. Проводим через лес. Вот сюда. А теперь нужно будет подумать, как нам соединить эти две ветки. Ну, здесь вроде бы расстояние довольно-таки прямое. Вот у нас железнодорожная станция. Следовательно, пойдем мы, возможно, вот так, вот так и вот так. Ну, давайте. Я думаю, что мы не будем рубить лес. Мы вот так обойдем сторонкой. Ну, а здесь, я думаю, можно будет уже соединить. Все, готово. Отлично, мы выполнили с вами первое задание, завершение железнодорожной ветки. Четкое планирование. Золотое звено не просто так получило свое название. Его ценность для Байкальского участка магистрали несоизмерима. Строить его должны только самые квалифицированные рабочие. Не говоря уже о том, что все это стоит кучу денег. Займитесь строительством первого участка пути, который войдет в историю как шедевр строительства. Принять решение. Здесь требуется тщательное планирование. Разведка местности показала, что можно построить два маршрута. Решающее слово остается за вами. Выберите, какой маршрут вы будете строить. Более дешевый, но требующий больше времени. И более дорогой, но требующий меньше времени. Давайте построим дорогой. Мы же все-таки в России живем. Снабжение первой стройплощадки. Ну, значит, так тому и быть. Теперь остается только обеспечить доставку необходимых стройматериалов к месту строительства. Доставьте сталь на первую стройплощадку. Итак, вот наша первая стройплощадка, вот наша сталь. Вроде бы здесь все рядом, даже есть железнодорожная ветка. Вполне возможно, что нам пора уже начать строить железную дорогу. Смотрите, здесь у нас есть примыкание, здесь у нас есть примыкание, здесь у нас вовсю работают... Ага, здесь скопилось. И следующее задание. Иркутская ассоциация заводчиков соболей просит о помощи. Вам нужно громко сообщить всему миру об очередном собрании ассоциаций. Что ж, давайте сообщим. Пройдитесь по городу и прорекламируйте важное дело для разведения соболей. Проложите автобусный маршрут, на котором будет хотя бы три остановки, и прокатитесь по нему. Я так понимаю, что все это нужно делать в городе Иркутск. Давайте сейчас сделаем сначала дополнительное задание. Поставим на обычную скорость. И в Иркутске посмотрим, где у нас жилые районы, кварталы. Вот у нас жилые районы, вот у нас район промышленный, а вот у нас район коммерческий. Что ж, я, наверное, вот так вот смогу объединить сразу три района. Да, давайте сейчас это и сделаем. Я проложу обычный маршрут. То есть мы сейчас построим обычные остановки. Вот такие вот. И погнали, друзья. Первые две остановки здесь. Дальше две остановки мы построим вот здесь. И еще две остановки мы построим вот здесь, вот в промышленном районе. Так, теперь проводим маршрут. Итак, новый маршрут. От нашей первой остановки. Погнали на вторую. Здесь разворачиваемся, все правильно. И теперь едем вот сюда вниз. Вот сюда. Так, заезжаем. Теперь берем эту остановку. И назад не так. Мы заезжаем, потому что у нас есть еще одна остановка. И вот так. Все. Как я и хотел. Вот у нас получилась такая буква Т. Немножко некрасивая. Но они зато здесь разгрузят дорогу для того, чтобы поменьше ездил у нас здесь транспорта. Готово. Наша первая линия, это у нас пассажирская линия. Для этого нам нужно будет сейчас нанять какой-нибудь транспорт. Так. И я думаю, что здесь нужно поставить отдельную постройку. Дорожное депо. Как тут с дорогами у нас? С дорогами у нас она отдельно. У нас город Иркутск стоит отдельно. Ничего страшного. Поставим здесь автомобильное депо. И наймем повозки для пассажиров. У нас только есть дрожки, больше ничего нет. Я думаю, на три остановки две дрожки вполне будет достаточно. Все. Это наша первая линия. Готово. Следовательно, сделали мы на это задание. Сделайте хотя бы три остановки и прокатитесь по нему. Доставьте сталь. Вот это вот уже будет интересно. Давайте на первую стройплощадку нам нужно доставить немножко стали. Ну, как я вижу здесь. Я думаю, что можно поставить также автомобильный транспорт. Потому что поезда здесь будут, скорее всего, избыточны. С другой стороны, у нас здесь уже есть, посмотрите, железнодорожная грузовая станция. Мы можем попытаться поставить здесь еще одну станцию. Да, давайте попробуем, друзья. Итак, постройки, грузовая станция, конечная грузовая станция. У нас дальше никуда не пойдет? Да, никуда не пойдет. Значит, у нас будет здесь конечная грузовая станция. Нам не нужна такая длинная. Так, готово. И пока я пытался поставить на железнодорожную станцию, мы выполнили первое задание. задание выполнена реклама какой позор на самом деле ассоциация заводчиков соболей оказалась группа анархистов желающих свергнуть царя нужно предотвратить их собрание любой ценой узнайте где встречаются заговорщики и сорвите их планы путем тщательного отбора можно с точностью определить три места встречи я так понимаю что нужно на городе иркутск смотреть какие-то подозрительные места возможно рядом с остановками которые мы сделали ладно давайте сейчас сначала все-таки закончим вот это вот строение и так поставим вот так вот железную дорогу здесь мы проведем обычную автомобильную дорогу и здесь у нас будет заезд и выезд для автомобилей вот мы так соединим отлично все готово и так железная дорога нужно провести рельсы проводим пути интересно через да нормально все проведется в без проблем 200 тысяч стоит готова теперь нам нужно железнодорожные депо но я предлагаю вот здесь городе построить депо провести пути и у нас смогут спокойно железнодорожные составы перевозить вот эту вот сталь вот сюда вот на первую стройплощадку для этого мы сейчас нет для этого мы сейчас делаем новый маршрут и так со стройплощадки нам нужно перевести сталь вот сюда готовы это наш синие ветка так давайте выберем какой-нибудь паровоз посмотрим по обслуживанию 36 в год 80 100 140 180 190 260 смотрите у самого дорогого паровоза отличные тяговые усилия и мощность большая давайте посмотрим здесь у нас дорога прямая никаких скал и гор нету поэтому я думаю да купим самый дешевый паровозик к нему купим несколько грузовых вагонов которые смогут перевозить сталь смотрите сталь и дерево здесь у нас не может здесь у нас перевозят какой-то порох ну что ж нам ничего не остается кроме того как покупать вот такой вот вагон платформа со стойками так я думаю нужно взять самые простые вагоны у нас появились новые вагоны так подождите может быть сейчас у нас появятся новые вагончики да у нас появились новые вагоны поэтому старые мы пока удаляем вовремя у нас я продумал все это время дать посмотрим и так 33 обслуживание 33 93 93 нет но зато уже вместимость по 12 а здесь напоминаю вместимость по 7 но обслуживание очень дорогое к тому же здесь нет а вот есть один вагон 93 я думаю что мы обойдемся вот этими самыми простыми вагонами давайте берем их раз два три 4 наверное вот так вот возьмем все хватит покупаем за 1 миллион вот этот вот поезд готова и назначаем его на наш синий маршрут отлично все сейчас поезд пойдет давайте посмотрим как он там выдвигается вот такой вот у нас пошел состав из четырех вагончиков сейчас он здесь развернется потом поедет у нас за стали так нам нужно доставить 60 стали сколько здесь у нас уже вырабатывается не хватает меди поэтому я думаю да смотрите здесь у нас с углем большие проблемы с меди большие проблемы поэтому делаем следующим образом здесь я покупаю еще так грузовые здесь я покупаю еще вот эти грузовых автомобилей штуки 3 плюс 4 7 штук 7 штук я покупаю и так назначаем раз два три три на желтую линию все оставшиеся на зеленую линию вот так для того чтобы у нас быстрее все вот это вот перевозили чтобы быстрее здесь сделалась сталь чтобы не было у нас никаких затыков да посмотрите постоянно не хватает железа а здесь у нас их с избытком давайте немножечко настроим здесь поставим еще одну грузовую станцию вот так и вот так чтобы больше не скапливалась хватит больше не надо потому сейчас приедут автомобили и здесь тоже настроить грузовая стоянка раз-два все пока будет предостаточно вот приехали три новых машинки и сюда приехали машины так смотрим все доставить сталь вы посмотрите как быстро этот паровоз справляется где он у нас какую сторону сейчас поехал вот он у нас уже привез первую сталь паровоз у нас будет возить по 28 стали ну что же давайте займемся вот этим заданием какой позор нам нужно найти заговорщиков я думаю что нам надо в иркутске смотреть где то вот не зря мы строили остановки что так дома рушатся они взрывают дома может быть тоже взорвать их для этого нам смотрите дома взрываются постоянно я думаю что нужно найти дома зачинщиков и скорее всего их нужно взорвать неужели каждый дом нужно будет прокликивать что здесь у нас это завод может они как-то вот такие можем так вот дом иркутской ассоциации заводчиков настроить я бы ее с радостью взорвал так встречаются где планы сорвите путем местоопределения ничего нам не дается взорвать мы к сожалению не можем но хорошо раз взорвать мы не можем тогда друзья давайте мы уничтожим бульдозером до готов до засчиталось все правильно раз мы не можем взорвать тогда мы можем разрушить собственно вот такие вот малюсенькие дома теперь нужно внимательно высматривать на всей нашей карте города иркутска вот домик очень похож дать посмотрим это он да дом иркутской ассоциации настроить моего к сожалению тоже не можем но зато мы его можем снести бульдозером готова второй домик и третий домик то вот наверное он так не засчитали значит это был не он значит мы снесли просто какой-то домишко ладно смотрим внимательно эти дома они отличаются от других так нет нет он сразу должен как-то выделяться вот нет это не он так может быть вот этот нет коммерческое здание они такие маленькие коричневые вот что-то наподобие такое коммерческое здание давайте вспомним первое мы разрушили здесь второе мы разрушили здесь третье так превосходно первый этап строительства завершён царь николай второй доволен вашими успехами однако почвы здесь опасные летом болото зимой лед прочные металлоконструкции должны удержать рельсы там где это потребуется я согласен что дальше снабжение второй стройплощадки без материалов никакой стройки не будет позаботить о том чтобы они были в наличии к началу следующего этапа строительства доставьте груз камня на вторую стройплощадку так здесь тоже у нас есть железная дорога причем у нас вот есть железная дорога нам теперь хорошо бы вот здесь вот найти камень нет у нас камнем интересно где же у нас камень неужели он у нас на другой стороне озера байкал на другой стороне тоже ничего нету так подождите я еще не успел охота на медведей группа европейских туристов-охотников очень хочет поохотиться на медведи к сожалению строительная работа разогнали почти всех медведей впрочем да мы в этой группе родня самой царицы поэтому без медведей никак в иркутске сейчас выступает цирк которым есть старый медведь может быть и получится что-нибудь организовать да давайте принимаем им привести публику в цирк цирк выезжает уже завтра впрочем если получится брать много зрителей директор цирка согласился провести дополнительное представление приведите публику в цирк ох какие же они молодцы цирк за другой стороне реки может быть здесь можно провести нет нам надо именно из города да мы можем продлить вот этот наш пассажирский маршрут ну подождите опять я на высокой скорости давайте на маленькую скорость поставим нам нужно найти 3 домик где скрывается он должен как-то выделяться вот нет это не он где же у нас третий домик то давайте прям начнем по порядку и так каждый домик будем прокликивать нет да друзья пришлось не поискать несколько минут третье здание посмотрите где она находится вот у нас склад боеприпасов и рядом с ним вот здесь вот в кустах маленький малюсенький домик вот он у нас дом иркутской ассоциации заводчиков соболей что же давайте его тоже грохаем готова и задание мы выполнили иркутская ассоциация заводчиков соболей предотвратили мы заговор сорван какое облегчение анархистов удалось арестовать опасность предотвращена и жизнь царя вне опасности что же давайте теперь делаем заговор сорван это мы хорошо что сделали теперь провести публику в цирк мне кажется это очень простое задание потому что у нас у здесь уже есть кусочек дороги мы сейчас просто продлим вот наш пассажирский транспорт к цирку и перевезем достаточное количество людей погнали друзья и так отсюда а здесь дорогу нельзя прокладывать интересно раз такое вообще возможно что через реку нельзя прокладывать дорогу получается может быть ее нужно снести так давайте снесем радикально подойдем ко всему и здесь проведем дорогу если получится да нормально все можно сделать без всяких проблем 600 тысяч правда она стоит мне это не нравится эта цифра здесь 300 тысяч 500 тогда друзья 590 тысяч стоит дорога но ладно раз нам нужно выполнить давайте выполним теперь постройки мы ставим здесь автобус на трамвайной остановке для того чтобы люди сюда смогли приехать и уехать и изменим маршрут наша первая линия наша пассажирской линии от 4 вот от московского проспекта нужно дальше добавить теперь остановка цирку нас будет теперь разворачиваемся 5 6 дальше идет 78 все мы закольцевали я знать что думаю я думаю что здесь нужно посмотреть сколько людей у нас скопилось я думаю что нужно увеличить количество транспортных средств и так пассажирской у нас здесь дрожки я думаю что купим сразу четыре штуки все четыре штуки назначаем на первую красную линию готова значит привести публику в цирк можно сказать что мы уже сделали доставить сталь она у нас уже автоматически доставляется и нам теперь нужно доставить камень нужно посмотреть вот я уже вижу я нашел место где у нас находится камень вот здесь он у нас находится а нет это стройплощадка а непосредственно вот здесь у нас находится каменоломни слушайте так здесь получается прям совсем рядом мы можем вот так вот наверное здесь автомобильной дорогой провести а здесь поставить железнодорожную станцию почему бы и нет да давайте сейчас это сделаем друзья вы здесь поставим дополнительно железнодорожную станцию что же давайте на паузу здесь мы ломаем вот этот кусок железной дороге теперь проездная грузовая станция конечная пассажирская пассажирская грузовая станция. Вот так вот. Небольшая. Разворачиваемся. Подсоединяемся. Всего 100 тысяч стоит. Это нам подойдет, друзья. Дальше восстанавливаем кусок железнодорожного пути. Здесь у нас совсем маленькие. Отлично. И подводим дорогу. Итак, улицы, дороги. Здесь, наверное, уже нужно городские дороги подвести. Ну, я думаю, вот так подведем. И вот что-то наподобие. Даже можно вот так дорогу сделать. Во. Отлично. Мы сразу двух зайцев убили. Мы и дорогу сделали, и у нас здесь есть и железная дорога. Ну что ж, посмотрите, нам нужно отсюда будет брать камень. А здесь, по железной дороге, мы должны привозить этот камень вот на эту стройплощадку. Что у нас за верфь? Ага, это у нас будет связано, я так думаю, скорее всего, что-то перевозить нужно будет на кораблях. Ладно, погнали. Сейчас мы строим железнодорожное депо. Готово. Теперь рисуем наш маршрут железнодорожный. Значит, отсюда вот сюда у нас будут перевозиться по этому маршруту камни. Дальше. Здесь нам нужно нанять какой-нибудь составчик. Я думаю, что я найму тот же самый, самый простой. Ну что ж, посмотрите, у нас старого паровоза уже нету. Остались только дорогие паровозы. Но давайте купим вот этот самый дешевый. И к нему вагончики грузовые для перевозки камня. Следовательно, это не подойдет. Это 33 90 90. Да. 33 камень. Я думаю, что таких нужно добавить штуки 3 4. Вот так вот. 4 вагона покупаем. Все. Назначаем это все на фиолетовую линию. Вот на эту вот линию. Готово. Но проблема в том, что камень сам сюда не приедет. Этот камень нужно здесь будет доставить. Поэтому мы сейчас быстро организуем короткую вот такой вот маршрут. Стоянка для грузовиков. Итак, разворачиваемся. Отсюда забираем все камни. И перевозим все эти камни вот сюда. Быстро рисуем маршрут. Новый маршрут. Раз. Два. Готово. Отсюда камни заберут. Сюда их повезут. Наверное, лучше всего построить еще дорогу дополнительную. Вот так вот городскую. Чтобы они у нас не ездили по кривой линии. Смотрим по маршрутам. Да, маршрут стал теперь прямой. Нормальный. И здесь нужно обеспечить автомобильным транспортом. Но у нас ближайшие депо находятся вот здесь и вот здесь. Поэтому я думаю, что мы здесь собственно и сделаем депо. Ничего страшного. Немножечко потратим деньги. Смотрите, у нас есть дорожные депо и трамвайные депо. Погнали, друзья. Прямо в городе. Где-нибудь вот здесь вот. Ставим автомобильное депо. И нам нужно быстро перевести все эти камни на вот этой вот оранжевой линии. Покупаем грузовые для перевозки камня. Что у нас предназначено? Я думаю, будем брать вот эти вот машинки. Посмотрите, тут не такое уж большое обслуживание в год. Сразу покупаем их например четыре, нет, пять штук. Пять штук, наверное, будет слишком много. Ладно, давайте сразу радикально подойдем ко всему. Пять штук на новую линию. Все. Сейчас быстро перевезутся камни. А у нас здесь быстро сейчас поедет поезд. Вы только посмотрите, друзья, какой тут красивый поезд. Все, он поехал за камнем. Но камня еще нету. Потому что машинки, я думаю, не успели привезти. А может быть, уже и успели. Сейчас посмотрим, друзья. Пока мы прокатимся с вами по Иркутской области. Вот оно, рядом озеро Байкал. Мы выполнили какое-то задание. Задание выполнено. Снабжение первой стройплощадки. Мы туда привезли с вами сталь. Снабжение первой стройплощадки. Ну, так тому и быть. Теперь осталось только обеспечить доставку необходимых материалов к месту строительства. Доставьте сталь на первую площадку. Мы уже это задание полностью выполнили. Дальше. Снабжение второй стройплощадки мы сейчас начали как раз обеспечивать. Да, посмотрите. Камни уже начали привозить. А поезд, я думаю, что забрал уже какое-то количество камней. Пока еще не забрал. В холостой он поехал. Еще одно задание мы сделали. Перевести публику в цирк. Задание выполнено. И следующее задание. Поставьте цирку бревна. Инспектор Манежа согласен предоставить вам самого старого медведя в обмен на партию бревен. Он хочет заменить прогнившие распорки под куполом цирка. Доставьте бревна в цирк. Так, ну, мне кажется, это довольно простое задание. Вот у нас производится бревна. Вот у нас цирк. Вот у нас дорожное депо. Все кажется, на первый взгляд, очень простым. Поэтому, да, давайте сейчас мы соединим дорогу. Вот эту среднюю проселочную дорогу проведем к 200. Что-то прям очень дорого. Нет, нам не нужны такие дорогие дороги. Вот так вот поставим здесь за 50. А здесь они на горе находятся. Ладно, понял. 48. Отлично. И отсюда сейчас мы вывезем все бревна. Вот 80 тысяч. Довольно дешево. Отсюда, значит, мы перевезем все бревна вот сюда. Сразу же рисуем новый маршрут. Так, у нас здесь пассажирский транспорт. Поэтому не будем его путать с грузовым. Отсюда. Сюда. И на эту коричневую линию нужно назначить какие-нибудь машинки. Посмотрим. У нас, да, бревна тоже перевезут. Вообще замечательно вот этот вот у нас транспорт получился. Я думаю, что сразу же купим штук 5, чтобы долго не возиться. 5 штук. И на самую последнюю линию. Все. Доставьте бревна в цирк. Считай, что мы это сделали. А тем более здесь 10 штук всего нужно. Доставка камня тоже у нас производится вся. У нас по маршруту катается здесь паровозик. Давайте посмотрим, не переполнилось ли у нас 34, а паровоз у нас берет по 28. Да, немножечко есть переполнение. Очень быстро у нас вот эти вот машинки завозят сюда огромное количество камней. Я думаю, что вот здесь мы тоже увеличим чуть-чуть стоянку грузовую. Раз, два. Вот так вот. Чтобы побыстрее машинки отсюда все забирали и перевозили вот сюда на железнодорожную станцию. Итак, приближается поезд, и сейчас мы выполним задание по доставке камня. 56,6, 58, 60. Задание выполнено. Снабжение второй стройплощадки завершено. Время поджимает. Геополитическая обстановка меняется не в лучшую сторону. На восточных окраинах Российской империи назревают неприятности. Времени мало. Надо быстро завершить строительство магистрали, чтобы можно было обеспечить поставки, если станет совсем хода. Разочаровать царя не стоит ни в коем случае. Другими словами, за работу. Что же нам нужно сделать? В снабжении третьей стройплощадки поторопитесь. Скорее доставьте сюда все необходимые материалы, чтобы успеть построить магистраль вовремя. Доставьте груз камня и стали на третью стройплощадку. Итак, вот у нас где-то на Атшибе третья стройплощадка. Да, очень весело. Но в принципе не так страшно, как я подумал в первую секунду. Посмотрите. Во-первых, у нас здесь есть уже железная дорога. Раз. Во-вторых, мы сюда уже привозим сталь. Значит, мы сталь спокойно можем сюда перевезти. В-третьих, у нас вот здесь вот тоже есть железная дорога. Мы можем вот здесь вот закруглить и сюда перевезти немножечко еще и камней. Дальше. Камни и шаманы. Со строек постоянно исчезают стройматериалы. Почему это происходит? Ходят слухи, что в тайге бродят загадочные существа. Знаменитый шаман должен знать, что делать. Ну что ж, давайте посмотрим. Шамана можно найти в горах где-то к юго-востоку. Найдите нашего шамана. Так, в горах к юго-востоку должен быть восклицательный знак. Вот он у нас. Восклицательный знак. Что нам скажет шаман? Задание выполнено. Поиски шамана. Добыча драгоценных камней. Шаман произнес свое веское слово. По всей видимости, в пропаже материалов виновата таинственное чудовище из тайги. Единственный способ задобрить его, это преподнести в дар драгоценные камни. Их можно найти на самом крутом склоне к юго-западу отсюда. Выкопайте драгоценные камни. Размер и мощность инструментов для изменения рельефа можно настраивать. Так, и мы выполнили еще одно бонусное задание охоты на медведей. Мы доставили цирку бревна. Молодец. Медведь сбежал. Охотники остались с пустыми руками. Медведь исчез. Говорят, он перепугал почтальона и украл его велосипед. После чего уехал с высунутым языком. Хорошо, что мы выполнили вовремя это задание. Добыча драгоценных камней. Нам нужно выкопать драгоценные камни. Вроде бы, как кажется, довольно простым заданием. Где-то здесь мы нашли шамана. Их можно найти на самом крутом склоне к юго-западу отсюда. Ну что ж, давайте выполнять задание. Начнем с добычи драгоценных камней. Выкопайте камни. Размер инструмента к юго-западу отсюда. Нашли мы шамана где-то, если не ошибаюсь, примерно вот в этом районе. Так, а здесь у нас юго-запад где? Север. Давайте так, озеро Байкал, Иркутск находится на севере. Да, оно у нас наверху. Значит, юго-запад. Где-то вот здесь вот нужно. И обычно такие задания как-то подсвечиваются синими кружками. Нужно внимательно посмотреть, где здесь находится. Так, юго. Вот где-то здесь должно быть у нас. На юго-западе. Какой-нибудь синий кружок. Мы должны обязательно... Вот у нас красный кружок. Размер кисти увеличиваем. Силу увеличиваем. Вращение, наверное, не нужно. И вот так вот сразу вот таким вот способом. Что ж, прокапываем здесь дыру. И находим камни. Задание выполнено. Добыча драгоценных камней мы сделали. Итак, посмотрите, друзья. Вот мы нашли драгоценный камень. Настроить его, к сожалению, нельзя. Здесь просто показывается земля. Но, тем не менее, мы должны вот этот вот драгоценный камень принести шаману. Я думаю, что сейчас мы должны выполнить это задание. Бонусное задание выполнено. Камни и шаманы. Доставка драгоценных камней. Пропажи прекратились. Шаман любезно вызвался отнести драгоценные камни на поклон к чудовищу. Он сказал, что для остальных это было бы слишком опасно. По всей видимости, чудовище удовлетворено. Во всяком случае, стройматериалы перестали пропадать. Хорошо, мы выполнили это задание. Теперь нам нужно сделать основное задание. Нам нужно доставить сталь и камень на третью стройплощадку. Смотрите. Было бы, конечно, отлично, если бы мы вот здесь смогли провести железную дорогу. Но, к сожалению, здесь у нас заблокировано. Поэтому сейчас мы с вами сделаем вот такой вот маршрут. Отсюда... Давайте на паузе пока. Отсюда мы, значит, будем перевозить сталь. Нам теперь не нужно перевозить сталь на вторую площадку. Поэтому мы синий маршрут, я думаю, что нарушаем. Итак, синий маршрут. Здесь, к сожалению, видите, удалить нельзя. Да, давайте сейчас сделаем следующим образом. И паровозик надо поменять. Нам теперь нужно уже будет хорошие паровозы закупать. Поэтому вот этот наш первый начальный самый паровозик, мы его просто продаем. Отлично, продано. Теперь нам надо синий маршрут. Вот этот вот. Он нам тоже не нужен. Мы его тоже убиваем. Теперь проводим новый маршрут. Вот отсюда, со сталелитейного завода до третьей стройплощадки. Проведется, хоть она и за территорией. Да, провелась. Отлично. И теперь покупаем нормальный поезд, который у нас будет перевозить все это железо в больших количествах. Так, купить транспортные средства. Ого, сколько здесь у нас паровозов-то стало. Вагоны. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, это слишком большое обслуживание. Тоже большое обслуживание. Сколько здесь? 300 киловатт. Но у нас гор нигде нету, поэтому у нас проблем не будет. Я думаю, что либо вот этот вот паровоз ГВ. Хороший паровоз ГВ не назовут. Но у него 114 обслуживание. Либо вот этот вот, просто В. 145. Смотрите. 60, 50, 240. Да, 50 километров в час. 55. Он у нас помедленнее. Хотя, куда нам торопиться? Здесь 180. 60. Ну, знаете что? На самом деле, даже вот этот вот наш первый паровоз. А это уже другой тип паровоза. Он тоже очень хороший. 55 километров в час. 55. Давайте все-таки возьмем ГВ. Все. Покупаем ГВ. У него и обслуживание довольно маленькое. Так. И к нему покупаем несколько вагонов. Смотрите. Эти вагоны у нас должны перевозить железо. И в будущем они должны еще и перевозить камни. Поэтому смотрим, какие у нас перевозят одновременно и железо. Так. Камни. Какие-то бомбочки. Дальше железо-древесина. Так. Камни. Не получается, друзья. Поэтому давайте возьмем два таких вагона. Раз. Два. Даже, наверное... Так. У нас пока все хорошо. Да, хорошо. Тянет наш поезд. И вот возьмем еще вот такие. Вот тоже. Раз. Два. Ну, я думаю, три. Вот так вот достаточно. Смотрите, что я хочу сделать. Я сразу хочу камни перевозить по этому куску дороги. Здесь через реку. Через озеро Байкал, вернее. Здесь через озеро Байкал мы с вами пустим паром. У нас здесь будет ходить корабль. А дальше мы вот этим же одним поездом сможем все перевозить. Он будет забирать и на этой станции тоже. Поэтому, да, покупаем такой поезд. Покупаем его. Дальше мы ставим его вот на этот синий маршрут. Готово. На синий маршрут поставили. И здесь я сделаю следующим образом. Так. На синим маршруте нам надо включить эту новую станцию. Зря я ее, честно сказать, исключил. Смотрите. После первого нам нужно заехать, добавить станцию. Вот эту вот вторую. А потом он заберет здесь еще и камни. Загрузит. И перевезет все на третью стройплощадку. Итак, готово. Камни есть. Теперь нам нужно наладить паромную переправу. Для этого мы здесь покупаем какой-нибудь корабль. Надеюсь, что они у нас... Ух ты, какие у нас дорогие корабли. Нет, это слишком дорогой. Я думаю, что два вот таких вот корабля вполне будут достаточно. Смотрите, они возят и камни, и сталь. Да. Давайте купим пока даже один корабль. Теперь мы делаем с вами новый маршрут между вот этой станцией и вот этой станцией. Все, готово. И у нас здесь пускаем этот самый корабль. Итак, верфь, корабль на зеленую ветку. Готово. Итак, смотрите. Камни, которые у нас берутся здесь, мы перевезем сначала машинками сюда. Потом железной дорогой перевезем сюда. Потом перевезем вот так вот паромом. И здесь доставим железной дорогой. Все. Мне кажется, мы полностью все сделали. Что ж, спускаем с паузы. Поехали, друзья. Доставьте груз камня и стали на третью станцию. На третью стройплощадку. Проверяем еще раз, как у нас тут паровозик ходит. У нас, кстати, паровоз может перевозить. Да, он может перевозить камни. Все правильно мы сделали. Он может перевозить камни. Дальше. Здесь у нас камни должны скапливаться уже в огромном количестве. Так я не понял, что случилось. А, у нас почему-то... Вот, поставки камня продолжаются. 14. Все, у нас полностью загружено. Нужно увеличить количество транспорта. Потому что, посмотрите, поставка у нас огромная. Доставка тоже есть. А машинок не хватает, чтобы полностью загрузить весь поезд. Поэтому сейчас мы вот на эту вот линию... Так, во-первых, нужно здесь купить еще машинки примерно... Так, там было третье, и там три уже. Значит, раз, раз, два, три, четыре машины мы покупаем. И ставим их на вот эту вот оранжевую линию. Итак, на оранжевую линию. Вперед. Готово. Все. Теперь количества машин у нас будет достаточно. Сюда будет подвозиться достаточное количество камней. Здесь, я думаю, что... Ну, здесь они успевают. Да, успевают перевозить. Все в порядке. Все. Доставить сталь, доставить камни. Все пошло. Хорошо, что мы договорились с этим шаманом. Хорошо, что он нам теперь опять поставляет камни. И хорошо, что мы увеличили количество машин. Я даже думаю, что скорость можно увеличить. Погнали, друзья. Все. Теперь мне самое интересное посмотреть вот за этим нашим поездом, который у нас будет один, кататься туда-сюда. А где он у нас? Не понял я. Вот он у нас. Что он у нас сейчас везет в данный момент? Я думаю, что он просто перевозит немножко стали. Так, почему-то со сталью некоторые проблемы. Смотрим, что на сталелитейном заводе не хватает железа. Мы уже увеличили количество здесь машин. Следовательно, нужно будет еще увеличить количество машин. Так, а угля достаточное количество. Но не будем трогать. Поэтому мы здесь покупаем еще несколько вот таких вот. Сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре, пять. Пять машинок, я думаю, вполне хватит. И ставим их на... Так, тут какая у нас? Вот это желтая. Вот это вот зеленая линия. На зеленую линию, если я правильно помню. Проверяем. Да, на зеленую линию. Все. Теперь у нас здесь будет достаточное количество машин. Здесь еще немножечко площадку мы усилим. Так. И угля. Ну, угля у нас предостаточно. Ну, все. Сейчас у нас поедут машинки. Вот новые машины, которые мы только что купили. Сейчас они привезут достаточное количество железа. Заберут отсюда все. Я думаю, что как у нас тут... Так, все маршруты прибыльные. Кроме вот этой вот у нас железнодорожной ветки. Где она у нас? Это железнодорожная ветка. Ага. Пока она еще работает не в полную силу. Потому что камни пока еще сюда не поставляются. Что у нас с кораблем? Корабль? Какое железо? Так, подождите. Вполне возможно, что этот тип кораблей у нас не перевозит камни. Давайте посмотрим. Нет, все правильно. Я же смотрел. Все правильно. Он перевозит камни. У него два отсека. По 70. Но пока, значит, еще поезд не пришел. Где у нас непосредственно находится сам паровоз? Вот он у нас отчалил. Так, давайте сразу посмотрим. Я думаю, что он загрузился достаточным количеством камней. Все, 28. Здесь, я думаю, что надо тоже увеличить количество железнодорожных вот этих вот составов. Иначе возить они будут очень долго. Так, здесь у нас, смотрите, камни скопились. Здесь у нас тоже камни в достаточном количестве скапливаются. Наверное, или нужно поменять вот этот вот вагончик. В принципе, хороший вагон. Нужно, наверное, увеличить количество вагонов, чтобы он возил у нас быстрее. Все, обратите внимание. Сейчас мы привезли камни. Эти камни разгрузились. Сейчас они загрузятся вот сюда. Вот они загрузились. 28 камней. И корабль начнет их перевозить. Ну, все. Корабль пока перевозит, уже начал перевозить камни. Все в порядке. Сейчас у нас это задание сделается. Как у нас по доходности? У нас все линии доходны, кроме вот этой вот морской ветки. Ну, этот паром. Но сейчас он у нас тоже будет доходным. И кроме вот этой вот железнодорожной ветки. Вторая железнодорожная ветка у нас работает по полной программе. Все. У нас пока деньги есть. Скоро пойдет прибыль. Мы уже доставили 21 штуку стали. И сейчас доставим 28 камней. Вот у нас корабль приплыл. Так, где у нас теперь камни скопились? Вот у нас 12 камней. Просто ждем поезд, друзья. Просто ждем поезд. Он у нас возвращается. Хорошо, что я сразу прицепил вагоны. И те, и другие. Для того, чтобы вот здесь вот возить. Знаете что? Можно, наверное, еще дополнительно здесь сделать один поезд. Посмотрите, у нас здесь скопилось огромное количество стали. Неужели заработал наш завод по полной? Да, у нас здесь скопилось. Посмотрите, на станции 37 стали. А возим мы по 34. Ну, в принципе, сейчас поезд, я думаю, все заберет. Да, его будет предостаточно. Так, минуточку, не могу его схватить. 0, 0. Да, по 42. Он по 42. Следовательно, вот это сразу же он сейчас полностью загрузит. И... А, у нас вот в чем проблема. По 21 он возит. А, сейчас он заедет за камнями. Итак, смотрим, как наш поезд заедет за камнями. Так, погнал. Итак, наш паровоз вперед летит. Вот у нас груз камней. Сейчас он здесь должен остановиться. Сейчас поезд должен здесь остановиться. Забрать у нас груз камней. И забрал груз камней. И поехать вперед. Все. Сейчас мы привезем полностью из железа. Я, знаете, что думаю? Давайте еще точно такой же локомотив мы сейчас обеспечим. Итак, купить транспортные средства. Паровые вагоны. Вот этот вот у нас ГВ оказался очень неплохим паровозиком. Покупаем его. Да, у нас уже прибыль пошла. Покупаем его. И теперь покупаем грузовые вагоны. Первое. Вот эти вот вагоны со сталью. Раз, два, три. И теперь вагоны с камнями. Раз, два, три. Все отлично. Покупаем. И на синюю ветку. Вот на эту синюю ветку. Но нужно сделать, друзья, разъезда. Во-первых, сейчас где-нибудь вот здесь нужно сделать разъезд. Чтобы они у нас смогли проезжать поезда. Поезд длинный. Вот этого загиба нам вполне хватит. Что ж, давайте создадим разъезд именно в этом месте. Погнали. Так. Вот так, наверное. Я думаю, что длины вполне хватит. Так. Теперь присоединяемся. Вот сюда. Есть соединение. Готово. И теперь с этой стороны тоже подсоединяемся. Так. Вот сюда. Тоже готово. Теперь нам нужно поставить путевые сигналы. Смотрите. Вот этот поезд, который едет в ту сторону, должен остановиться вот в этом месте. А этот поезд, который едет в ту сторону, должен у нас остановиться вот в этом месте. И дальше он ехать не должен. Все. Готово, друзья. Сейчас наши поезда загрузят полностью. Здесь вон корабль как раз пришел. Я думаю, что он привез очень много камней. Странно, почему он перевозит так мало камней. Пошел у нас второй поезд. И он загрузился, если вы обратите внимание, только камнями. Блин. Наверное, не нужно было брать вагоны здесь на сталь. А, нет. Они полностью будут здесь кататься. Потому что здесь у нас тоже большое количество стали. Все в порядке. Итак, поезда расходятся как раз там, где нужно. Идеально получилось. Этот поезд у нас возвращается уже пустой. Да, пустой. И линия сейчас начнет нам давать прибыль. 500. Этот паровозик пошел. Нормально он хоть у нас пыхтит? Ну да, здесь нету больших таких каких-то перегибов, каких-то гор огромных. Поэтому паровоз нормально летит. Все. 42 и 21. Прибыли мы на станцию. За пределами зоны. Доставили мы необходимое количество камней. 30. 33. Выгрузились. Нужно будет сейчас посмотреть, где у нас будет возвращаться второй поезд. Вот у нас едет второй поезд. А здесь мы приближаемся уже к разъезду. Да, у нас получилось идеальное место. Сейчас этот поезд у нас должен здесь остановиться. Проверяем. Он доедет вот до этого светофора. Остановится и будет ждать. Давай останавливайся. Молодец. Теперь этот поезд загрузился у нас и камнями и железом. По 21 мы сейчас выполним это задание. Загрузился. И второй поезд сейчас тоже у нас поедет за необходимым количеством камней и железа. Что ж, это задание мы тоже сделали. Дорога у нас начала приносить прибыль. Причем у нас даже приносит прибыль морской путь. И только вот эта седьмая линия. А что у нас за седьмая линия, я не помню. А, это у нас привозят дрова. Ее, кстати, можно вообще нарушить. Давайте на паузе мы нарушим седьмую линию. Она нам абсолютно не нужна. Итак, с седьмой линии мы все транспортные средства продаем. Это мы цирк восстанавливали. У нас теперь это не требуется, поэтому нарушаем. И теперь удаляем непосредственно саму седьмую линию. Все. Теперь у нас все линии прибыльные и все линии нам приносят доход. Что ж, смотрим, как последний поезд привезет нам последние камни и железо. Вот он прибывает на станцию. Итак, разгружается и задание должно быть прямо сейчас выполнено. Немножко осталось. 54-55. Значит, будем ждать, друзья, следующий поезд. Итак, все. Ответный удар. Снабжение третьей стройплощадки. Наконец-то все готово. Благодаря этой магистрали Россия наконец-то смогла защитить сферу своих интересов на Дальнем Востоке. Япония отнеслась к этому очень недружелюбно. Она объявила войну России и тут же напала. Сейчас нужно действовать как можно быстрее. У нас должно быть уже 2005 год. Итак, перевозка боеприпасов. Обеспечьте бесперебойные поставки грузов на Восточный фронт. Перевезите боеприпасы со склада в городе. Вот у нас со склада в городе Иркутск. На склад в городе Улана-Де. Так, давайте думать. У нас, в принципе, здесь есть паромные переправы. И нам ничего не стоит использовать ее для обратной дороги для перевозки боеприпасов. Но, может быть, что-то найдется еще лучше. Давайте пока на паузе, чтобы не ждать. 150 боеприпасов нам нужно будет перевезти. Смотрите. Железная дорога у нас уже есть? Есть. Отлично. Дальше. Паромные переправы у нас тоже есть. Вроде бы как ничего делать особо не нужно. Просто доставить на корабль. Кстати, по поводу корабля. Может ли он перевозить боеприпасы? Нет, не понял. Итак, где у нас верфь? Вот у нас верфь. Смотрим. Этот корабль не может перевозить боеприпасы. Этот корабль тоже не может перевозить боеприпасы. Очень, друзья, интересно. А как же нам перевезти? Итак, грузовой корабль. Так, интересно. Что ж, тогда давайте посмотрим, что у нас с железной дорогой. Купить транспортные средства и посмотрим грузовые вагоны. Не может, не может. Вот. У нас только поезд может перевозить вот такие вот взрывчатые вещества. Только специальным типом вагонов. Вот такой крытый грузовой вагон. Давайте посмотрим тогда еще на автомобильные дороги. Может быть, получится как-то автомобильными перевозками справиться. Итак, транспортные средства здесь у нас не перевозят. Лошади тоже взрывчатые вещества не перевозят. Следовательно, друзья, нам остается только железная дорога. Ну что ж, мы узнали, что корабли и машины не могут перевозить. Следовательно, нам по-любому здесь... Давайте на паузу нажмем. Нам здесь по-любому нужно будет ставить железнодорожную станцию. Причем, так, конечная. А, у нас уже здесь есть железнодорожная станция. Отлично. Да, она подключается. Значит, отсюда нужно настроить маршрут. Смотрите. Так, через озеро Байкал, конечно, мост это было бы извращением. Но давайте попробуем. Давайте сначала узнаем, вообще это возможно. Нет, запрещенные зоны это невозможно. Поэтому смотрим, куда ведет железная дорога. Ну, она ведет. У нас здесь заблокированная зона. Поэтому, посмотрите, друзья. Зона разблокировалась. Более того, здесь у нас, смотрите, есть теперь железная дорога. А, ну теперь все достаточно просто. Теперь вообще не будет никаких проблем. Нам нужно всего лишь доставить... Да. Все очень просто, друзья. Оказалось. Я-то думал... Я думаю, что вот эта штука заблокирована. Она у нас не просто разблокировалась. Но нам еще и сделали здесь кусок железной дороги. Поэтому делаем новый маршрут. Новый маршрут от этой станции до вот этой вот далекой-далекой станции Вулан-Адэ. Сюда. Все. И здесь... Кстати, нам все оставшиеся маршруты теперь не нужны. Да. Поэтому я думаю, что мы поезд заберем. Так, а отсюда можно будет взять еще один поезд? Смотрите, 150, перевозка боеприпасов. Ох, тяжело. Ну, ладно. Мы давайте купим новые транспортные средства. А те транспортные средства мы с вами выкинем. Там дорога везде ровная. Я везде прокладывал хорошую дорогу. Но чтобы долго не ждать, я, скорее всего, сейчас куплю... Давайте купим самый крутой поезд. Нужно же посмотреть на него. Вот этот вот поезд ОВ покупаем. И к нему грузовые вагоны. Причем грузовые вагоны, которые могут у нас перенавозить бомбочки. Смотрите. Здесь у нас по 12 бомбочек перевозится. А здесь у нас по 7. Ну, давайте. У нас денег очень много. У нас идет суперприбыль. Поэтому мы вот так вот... Хорошо, хорошо. Смотрите. Каждый, если у нас по 12, можно купить 10 вагонов. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Пять, шесть, семь, восемь. Да, за одну поездку не хватит. Тогда покупаем 12... Это 10, 11. По 6 вагонов тогда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. За две поездки мы все сделаем. Вот так вот 6 вагонов. Все. Готово. 5 миллионов мы потратим. Но я очень надеюсь, что это все окупится. Итак, и это у нас на вот эту новую линию. Готово. Поехал наш поезд. Все остальные маршруты, я думаю, что мы сейчас нарушим. Как там у нас поезд выезжает? А как он, интересно, развернется? А я знаю, как он развернется, друзья. Он у нас сразу поедет в УЛНД. И это плохо. Он будет потому, что ждать вот здесь вот все поезда. Делаем следующим образом. Мы тогда удаляем ненужные поезда. Итак, просто продаем их. Продать первый поезд. Где-то здесь у нас был вот второй паровоз. Мы его тогда тоже продаем. Где у нас продать второй паровоз? Дальше маршруты. Здесь у нас синий маршрут, который нам тоже не нужен. Мы его тоже выключаем. Все. Теперь у нас сейчас этот поезд на полных парах помчится в УЛНД. Тем временем у нас вот здесь вот скопится огромное количество взрывчатки. Да, хорошо, что мы уничтожили террористов. Иначе бы они наверняка бы устроили какой-нибудь диверсионный акт. Так, я помню, что вот здесь у нас есть железнодорожный маршрут. Да, вот у нас перевозят камни. Нам больше такой маршрут не нужен. Поэтому мы продаем и нарушаем этот маршрут. Он у нас какой? Он у нас фиолетовый. Фиолетовый, пятый. Выключаем. Все. Выключили. Дальше. Что нам еще? В принципе, все маршруты нам больше не нужны, потому что у нас осталось только перевозка боеприпасов. Например, корабли. Посмотрите, как много тратят корабли у нас. Поэтому мы его тоже продаем. На этом зарабатываем деньги. Теперь темно-зеленый маршрут мы тоже выключаем. Все выключено. Дальше. Вот этот вот поезд. Этот поезд у нас будет перевозить боеприпасы. И вот эти вот машинки. Да, я думаю, что все можно нарушить. Давайте пока на полной скорости. Постепенно, постепенно сейчас будем уничтожать все наши линии. Все. У нас остался только один маршрут. Я думаю, что давайте сейчас еще один состав купим. Да, у нас уже идет к концу. Купить транспортные средства. Итак, паровые. Паровоз. Не окупится он у нас ни за что. Давайте попробуем теперь вот этот вот паровозик. Он у нас, смотрите, 60 километров в час. 64 километра в час. Давайте вот этот вот паровозик купим. К нему грузовые вагончики подцепим. Те, которые могут перевозить у нас грузы. Так, 10 тонн вес. А у этих сколько тонн? 20 тонн. Следовательно, вот эти получаются повыгоднее. Раз, два, три, четыре. Мы сейчас все вообще увезем. Пять, шесть, семь. Но уже смысла нету больше. Давайте восемь, девять. Вот так вот, девять вагонов. Покупаем и назначаем этот состав тоже на седьмую линию. Так, давайте посмотрим, где у нас пыхтит паровоз. Вот, мы наконец-то заправились. Так, минутку. Сколько мы грузим? Все, полностью 72. Так, стоим, ждем, когда пронесется мимо второй поезд. Попробовал я два разных типа этих поездов. Отлично. Ну все, нам теперь только остается дождаться, когда этот поезд приедет вот сюда, заберет здесь боеприпасы и перевезет эти боеприпасы в город Улан-Эдэ. Я не буду ловить миллиметры, можно расширить станцию для того, чтобы здесь грузы не терялись. Но у нас задание гласит другое. Нам всего лишь нужно привезти со склада города в Иркутск на склад город Улан-Эдэ боеприпасы. Сейчас мы заберем, и я надеюсь, что задание это будет завершено, друзья. Подъезжает наш поезд. Подождите минуточку, у меня тут пришла в голову идея. Смотрите, у нас здесь этот поезд перевозят по 72. Тот, второй поезд, у нас перевозят тоже что-то в районе 72. Где он у нас? Первый поезд 72, второй поезд 63. Следовательно, у нас получается меньше, чем 150. Значит, нам не хватит. Поэтому, друзья, делаем следующим образом. Я, наверное, сейчас вот этот вот поезд загоню в депо, и там увеличу количество вагонов. Здесь есть такая закладочка, вот, называется, отослать в депо. Отправляем его, он сейчас прям сразу же заедет. И нужно будет сделать новый путь. Давайте сейчас проложим. Так, нам, чтобы не ездить в Улан-Удэ, надо сделать путь поворотный. Вот сюда, если получится. Очень бы хотелось, чтобы получилось. Да, смотрите, вроде бы получается. Так, смотрим. Они могут выехать сюда и могут выехать сюда. Все, в порядке. Что ж, давайте посмотрим. Сейчас поезд у нас должен пойти в депо. Отлично, заходим в депо. И там мы увеличим количество вагонов. Так, здесь есть кнопочка редактировать транспортные средства. Мы увеличим количество тех самых вагонов грузовых. Вот у нас они вот такого типа, да? Так, здесь мощные вагоны. Но у нас здесь уже посредственно, поэтому я добавлю, смотрите, 84. И давайте еще один. Там у нас 62. Да, вот так вот. 96 у нас совместимость. Так, добавили мы количество вагонов и выпускаем его на седьмую линию. Пошел вперед. Надеюсь, что он сейчас повернет туда, куда нам надо. Ах ты, зараза. Ах ты, негодяй. Он повернул не туда, куда нам надо. Странно, я же сделал здесь дорогу. И у нас номер один находится вот здесь. Давайте посмотрим. Да, у нас первая станция эта, вторая станция эта. Следовательно, он должен был ехать туда, куда ему на первый номер. Посмотрите, наш поезд приближается к депо. Это уже наш второй поезд. И все-таки я хочу доделать свой эксперимент, почему здесь он поехал в эту сторону. Давайте сделаем следующим образом. Я сейчас этот поезд тоже загоню в наше депо. А потом уничтожу вот эту вот ветку. Ему никуда не останется ехать, кроме как поехать в ту сторону. Что ж, давайте сейчас это делаем. Загоняем его. Сколько здесь у нас состав? 63. Там у нас 90. В принципе, нам уже хватит. Но я просто хочу допровести этот эксперимент. Почему у нас поехало именно вот сюда, а не поехало в город. Давайте попробуем. Это будет интересно, друзья. Итак, загоняем в депо этот паровоз. Теперь, даже сразу же... Нет, сразу нельзя. Сначала мы загоним. Он по этим рельсам сейчас заедет. Так, отлично заезжает. Все. Сейчас мы его будем преобразовывать. Теперь мы уничтожаем вот этот вот кусок железной дороги. Заходим сюда. Выбираем этот поезд. Делаем модернизацию. Добавляем сюда еще парочку вагонов. Раз. Два. Даже знаете как? Я, наверное, сделаю по-другому. Я вот эти вот вагоны все уберу. Вот так вот уберу. И поставлю те более вместительные вагоны. Вот так вот мы сейчас сделаем, друзья. Так, к этому паровозу мы прицепим вагоны, которые могут перевозить бомбочки. Так. Раз, два. Три, четыре. Пять. Вот вместим из шестьдесят. Там у нас было девяносто. В принципе, уже семьдесят два. Уже будет достаточно посредственно. Раз, два. Тут восемьдесят четыре. И если еще один, девяносто шесть. Но здесь у нас уже так себе посредственно. Все. Давайте вот так оставим. М-84, покупаем этот состав и назначаем его на седьмую линию. Готово. А теперь смотрим. Ему выезжать будет больше некуда. Как поехать сразу за боеприпасами? Да. Нужно было просто уничтожить вот этот вот кусочек железной дороги. Все. Теперь он у нас заберет здесь все боеприпасы. После этого он начнет перевозить первые девяносто и вторые девяносто. Мы выполним двумя поездами это задание. Что у нас там с прибылями? Да, мы привезли первую партию. Сразу получили прибыль. Теперь привозим оставшийся товар. И сейчас я думаю, что у нас засчитается 150 единиц. Давай разворачивайся. Погрузка-разгрузка закончилась. Ждем. Я с нетерпением жду, когда у нас выполнится эта миссия. Она должна выполниться прямо вот сейчас. Так, 120. Там у нас было 80. Плюс 90. Просто, да, по-любому сейчас у нас должно закончиться. Просто очень долго пересчитывается. 140. 149. 50. Задание выполнено, друзья. Несмотря на ваше активное участие, Россия все же проиграла войну. Царь-батюшка постепенно теряет доверие своих подданных. Но, по крайней мере, Российская империя все еще владеет самой внушительной железной дорогой в мире. Мы с вами выполнили и бонусные задания, иркутская ассоциация заводчиков соболей, камни и шаманы, и охота на медведей. Ну что ж, поздравляю, друзья. Мы выполнили одно из интереснейших заданий, Транссибирская магистраль. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Увидимся в следующей серии, и будем с вами строить багдадскую железную дорогу. А на сегодня все. С вами был Никодим. До скорых встреч, друзья.